всем привет и рад вас видеть на канале сегодня у нас тематическое видео пройдемся по внутренним жилым помещением балкера сухогруза и также зайдем в машинное отделение сейчас пройдемся коротко по характеристикам судно это у нас балкер сухогруз класса кейп сайз длина 292 метра ширина 45 дедвейт у нас сто семьдесят восемь тысяч летняя осадка в полном грузу 18 с половиной метра и в районе пятидесяти шести метров высота от келя до самой верхней точки на мачте подробнее характеристики вдаваться не будем вот а если вы пропустили предыдущее видео обязательно посмотрите мы прошлись по палубе этого балкера посмотрели сейчас навигационный мостик мое основное рабочее место у нас здесь нафтекс приемник 2 gps а здесь у нас бытовые приборы холодильник и кондиционер небольшая кофемашина с чайником повар принес вкусняшки чтобы не голодали бедные штурмана сарт огнетушитель сигнальная лампа aldis это у нас первый радар x band 3 сантиметровые электронные карты и гдис следующий радар s band основной 10 сантиметровый и рулевая рубка со штурвалом здесь огромная консоль здесь находится управление навигационными огнями освещением по палубе рулевыми машинами балластными и пожарными насосами это наш телеграф который мы регулируем скорость судна система оповещения телефоны радиостанция у кого и также панель пожарной системы для своевременного оповещения 2 сарт и небольшой офисный кабинет где находится у нас два компьютера принтера сканеры и так далее для бумажной работы здесь у нас находится марсад си спутниковый терминал терминал mbdp радиотелекс и мф и чф радио и пв к в на русском как хотите вот рынок грез система оповещение о возможном затоплении трюмов судна вот и и мер джинси веече небольшие портативные радиостанции второй экдис идет мастер-клок основные судовые часы лог который показывает скорость судна и эхолот который сейчас мы держим выключенным так как находимся в индийском океане а глубины здесь более четырех километров картами бумажными не пользуемся поэтому у нас остались только погодные карты идем дальше я не буду подробно останавливаться на оборудование мостика так как планирую записать отдельное видео потому что информации очень много а это видео и так выходит длинным для более широкого круга зрителей а сейчас спустились на капитанскую палубу это судно было заложено до десятого года впоследствии вздоке была заморожена постройка и закончили его уже в тринадцатом и палубу данную доделали наварили для улучшения видимости и уменьшения мертвой зоны и капитан здесь обитает один здесь у нас небольшие локеры со стейшнери это бумага ручки и так далее канцелярия вот ну что пошли дальше сейчас пойдем на палубу си на ней у нас также в гордом одиночестве проживает старший механик судна эта должность аналогичная капитану но в машинной команде вот но помимо каюты старшего механика вот она у нас находится справа стараемся не шуметь бережем чуткий сон здесь находится у нас conference room скажем так место для митингов собраний старшего командного состава также ящики судовой документации чертежи планы и так далее по правую руку у нас лифт судно довольно большое поэтому без него было бы совсем тяжко бегать вверх-вниз каюта овнера по левую руку владельца судна но используется для высокопоставленных лиц визитеров с компании и так далее лоцманская каюта во время долгих проводок лоцманских здесь он может отдохнуть принять душ особенно когда он работает в паре с напарником они могут менять друг друга но большую часть времени конечно же она пустует а мы идем дальше на следующую палубу палубе здесь у нас офицерская палуба живут у нас механики и штурмана в общем командный состав судно я иду с ночной вахты сейчас у нас пол пятого утра так что ходим тихо в левом крылья где вы видели живут у нас механики 2 механик 3 4 электрон то есть электромеханик здесь у нас небольшой локер с пожарным оборудованием дыхательные аппараты обмундирование и запасные части баллоны и так далее основной локер находится на главной палубе здесь у нас файлами outfit вот так он выглядит 2 без это и два костюма противопожарных слева была каюта стропома спит третий помощник и давайте зайдем ко мне добро пожаловать у на данном судне каюта второго помощника довольно большая и и вот в таких условиях мы и проводим долгие контракты здесь у нас находится спасательный жилет и гидро костюм в каждой каюте не только в моей и санузел ничего особенного но все свое большая кровать диван и пойдем дальше не будем останавливаться в принципе как вы видели довольно комфортные условия обитания не на всех судах так где-то лучше где-то хуже на многих судах и есть особенно старые постройки спаренные каюты где офицеры и рядовые живут все вместе на нашем пароходе каждый имеет отдельную каюту даже рядовые вот мы на их не палубе здесь у нас живут матросы мотористы боцман и повар вместе с мы с боем их довольно много живут они все вместе дружно все они у нас филиппинцы так что конфликта в принципе никаких между ними нет они довольно дружелюбная нация вот с индусами до этого она как с индусами прошу меня простить со шри-ланкийцами конечно было побольше конфликтов они между собой также не ладили часто но сейчас у нас все довольно тихо и спокойно давайте идем дальше это бот дек шлюпочная палуба многие задавали вопрос по поводу кормежки как мы питаемся ну получаем провизию раз в месяц раз в полтора заказываем на долгие переходы и чевкук повар он ответственное лицо за распределение провизию заказ и готовку так что он не только готовит кушать полностью еще должен следить за обеспечением сейчас мы зашли вот в постирочную так сказать в лондре здесь сушка для одежды но в основном комбинезон и рабочие давайте пройдем дальше здесь у нас находится небольшой локер мессмана туалетная бумага бытовая химия и прочей хлам и запас и стиральный порошок вот мессман у нас отвечает именно за чистоту в каютах он их не убирает уже по крайней мере в нашей компании раньше помню и убирал и стирал офицерскую форму но это было давно и неправда им за это доплачивали сейчас экономия зашли мы в кают компанию собираемся конечно мы здесь все реже и реже но смотрим фильмы иногда играем в приставку кто-то в шахматы кто-то просто пиво пьет но идем дальше офисер с мессрум офицерская столовая два стола для топ 4 и для остальных офицеров так давайте пойдем дальше многие спрашивают о кормежке в принципе все зависит от повара и капитана конечно же вот что заказывают они по провизии как они распределяют то компания и присылает остальное уже на совести повара довольно редко бывает что повар заинтересован хорошо готовить все-таки контракт у них долгие по 9 10 месяцев запала хватает ненадолго и стараются они его растянуть на весь контракт поэтому часто готовят минимально но вот это еда для рядовых они все филиппинцы как я говорил поэтому но их устраивает вот это камбус здесь он и готовить еду ладно не будем останавливаться хоть многих эта тема интересует давайте пройдем в crew recreation room получается как кают компания для рядовых они у нас музыкальные ребята хлебом не корми попить в караоке поиграть на барабанах хорошо хоть офицерская палуба находится намного выше нас они не беспокоят ну а со своими коллегами и вахтенными матросами которые спят договариваются уже отдельно так ну как то так давайте идем вниз видео уже так получается долгим смотрю что многие больше 7 минут не осиливают давайте спешить пойдем сейчас на главную палубу upper deck здесь у нас находится джин спортзал излюбленное место уже офицеров петь мы не любим а занимаемся довольно часто мультифункциональный тренажер штанга куча постеров мотивационных все же спортзал немного бедные и под него не выделили достаточно места но как видите в принципе и велосипеды есть так что жаловаться не приходится теннисный стол раскладываем обычно на палубе либо в машинном отделении в румпельном ну ладно идем дальше сейчас зайдем в крю лондри это прачечная для рядовых принципе такая же как офицерская по оборудованию немного более засранная потому что как бы работают они в более тяжелых условиях все же руками ну и понятное дело одежда у них в разы грязнее нельзя их винить так это у нас вход в машинное отделение с главной палубы спустимся мы немного ниже и позже сейчас закончим уже главную палубу и пойдем вниз здесь у нас переодевалки для офицеров и рядовых заходить не будем я думаю ничего интересного для вас там не будет направляемся в судовой офис когда судно у нас в порту в основном мы находимся именно здесь принимаем властей представителей терминалов здесь у нас основные чертежи чита золотые руки сделали макет парохода компьютер для офисной работы и идем в балластную комнату здесь у нас обитает старший помощник капитана грузовой компьютер балластная консоль два сенсорных экрана один из которых накрылся сейчас заменяем чертежи руководства по работе с балластной системой и основная консоль балласт water treatment системы для обеззараживания балластных вод и уничтожение микроорганизмов у них еще один небольшой пожарный локер на главной палубе здесь у нас находятся запасные части пожарные рукава огнетушители и так далее как вы понимаете пожар это огромная угроза на любом судне поэтому к этому стоит относиться очень серьезно и зашли мы fire station управление всеми противопожарными системами судна здесь у нас консоли для управления противопожарными системами в машинном отделении water mist системой системой пожаротушения углекислым газом у нас она защищает только машинное отделение еще один фирмен outfit костюм пожарный и система изоляции подачи топлива также изолейшин у нас на главную пожарную линию для распределения давления от пожарных насосов туда куда это нужно аварийный телефон и так далее не будем сильно останавливаться на этом опять же это темы для отдельных роликов по пожарным системам они довольно объемные и чтобы они были полезными их нужно тщательно подготовить и подать материал правильно давайте спустимся в машинное отделение надо было конечно воспользоваться лифтом какие планировал но оставил его на капитанской палубе так что не будем ждать пойдем пешочком тут конечно очень шумно постараюсь конечно заглушить звуки главного двигателя на видео дабы беречь ваши уши мои уже пострадали мне уже поздно спускаемся сейчас пройдем цепку центральный пост управления главное рабочее место машинные команды офицеров механиков вот он центральный пост управления справа у нас гроша главный распределительный щит как у нас мостик так у них и цеплю правда в отличие от нас они не стоят вахты они на рабочем дне но также несут они сузочную вахту по очереди на пароходе спать нельзя второй твиндек вторая палуба перед нами бойлер а мы сейчас пойдем в румпельное отделение где находятся у нас рулевые машины и посмотрите себе под ноги вот у нас две рулевые машины сейчас мы идем на автопилоте поэтому работает только одна на маневрах включаем 2 для более своевременной реакции пера руля на команду с мостика это уже уходим в другую сторону сегодня у нас все же экскурсия впереди у нас за решеткой локер запчастями кладовка склад как хотите огромный порошковый огнетушитель 50 килограммовый оставили инструменту главное не спутнуться паре файрум тут конечно очень жарко особенно учитывая что мы идем в индийском океане и вода тут 30 градусов в машине все 45 конечно по машине очень много оборудования по нему нужно рассказывать подробно отдельно но это все же техническая информация и я думаю что ее объяснять все же должен профильный механик таких каналов на ю тубе немало если вы интересуетесь и можете посмотреть внизу у нас был огромный главный двигатель но сейчас мы к нему и спустимся но как огромный в принципе если сравнивать с контейнеровозами на которых я тоже работал он в два то и в три раза меньше но тут уже другая специфика судов балкера все же экономный флот тут важно стоимость перевозки за тонну а на контейнеровозах важно расписание и везде успеть график превыше всего ну что идемте на третий твиндек вот он главный двигатель 12 цилиндров балластные насосы еще один у нас здесь порошковый большой огнетушитель мастерская электромеханика пустует а он спит правильно пусть отдыхает с утра на работу здесь немножко дальше у нас охлаждающие насосы у линк пабс ну идем понемножку дальше огромный резервуар с сжатым воздухом для узко главного двигателя конечно очень шумно надо было взять наушники сейчас будем выходить вспомогательным машинам обзоре engine у нас их 33 дизель генератора сейчас работает один в экономном режиме идем мы стабильными оборотами ну а на маневрах уже включают 2 чтобы избежать перепадов напряжения и возможного блокаута то есть отключение и потери электропитания еще один воркшоп мастерская ну вроде как и все не будем очень затягивать видео закончили обход и будем подниматься наверх и всем спасибо кто осилил это видео до конца надеюсь она вам понравилась было интересным и если это так поставьте палец вверх подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали это очень помогает развитию канала и стимулирует выпускать следующие ролики также посмотрите предыдущие видео возможно они вам будут интересны и до новых встреч пока пока пока